Разработчик в Одноклассниках и сегодня мы посмотрим в рамках доклада о том, как реализовывался мессенджер в этой социальной сети. Итак, что же такое Одноклассники? Давайте начнем с этого. Когда была вводная часть, упоминалось, что мало Одноклассников это 36 миллионов активных пользователей. И, соответственно, касательно мессенджера, эти пользователи каждый день генерируют более 10 миллиардов событий, инициируют более 5 миллионов активных соединений, и среднее время выполнения команд пользователей не превышает 200 миллисекунд. А если мы говорим про порядок 80% наиболее популярных команд, то это среднее время не превышает 100 миллисекунд. Итак, давайте начнем по поводу мессенджера и начнем с постановки задачи. Собственно, какие требования предъявлялись в команде разработки Одноклассников для реализации мессенджера? И это поддержание диалогов между пользователями, это приватные чаты. Соответственно, следующим пунктом это мультичаты с количеством участников до 20 тысяч. Это поддержание истории чатов в отсортированном виде. Это доставка уведомлений, а также поддержка возможности работы с несколькими устройств одновременно. В рамках данного доклада мы с вами остановимся лишь на одном пункте подробно, а это именно по поводу истории чатов, каким образом, собственно, мы реализовывали их поддержку в нашей системе с учетом сортировки. Итак, давайте начнем с первого пункта по поводу диалогов и начнем мы со сторипоинтов, а именно. Будем считать в качестве исходных данных, что у каждого юзера хранится N истории чатов. Событие в чате вызывает изменение истории у обоих участников чата. И кроме этого, нам необходимо по каждую событию нотифицировать каждого участника по каждому зарегистрированному устройству в системе. Итак, если мы будем рассматривать историю чата с точки зрения юзерпоинтов, то нам очень удобно хранить историю чатов в списочном виде по, соответственно, идентификатору пользователя. Для того, чтобы мы могли уже при необходимости загружать эту историю чатов по ключу, как я уже упомянул до этого, ключом выступает идентификатор пользователя. И все истории чатов у нас уже находятся в отсортированном виде. Давайте вот с этого предположения будем рассматривать историю чатов у нас в диалоге. При этом, поскольку история чатов хранится у нас уже в отсортированном виде, поэтому топовый элемент в списке соответствует первому историю чатов. Соответственно, следующий элемент у нас соответствует второму элементу на экране устройства у пользователя и так далее. Давайте теперь кратко посмотрим, что же собой представляет вообще история чатов, какие данные в ней хранятся. Итак, каждый объект истории чатов хранит себе, соответственно, идентификатор пользователя, с которым у нас осуществляется диалог, рейдмарки в рамках данного диалога, время последнего события, количество комментариев и другая мета-информация по чату. И, соответственно, весь список истории чатов у пользователя отображается в виде списка того чата, в котором он, соответственно, взаимодействовал с сортировкой по последнему событию в чате. Итак, мы с вами зашли с той позиции, что нам необходимо отображать и загружать историю чатов, и, соответственно, мы выбрали тот вариант хранения, который нам был бы удобен с точки зрения запросов на чтение. Но, как мы с вами понимаем, это только одна сторона медали. У нас же еще есть многочисленные апдейты. Я думаю, это интуитивно понятно, что история чатов – это объекты, которые подразумевают достаточно часто, и в том числе параллельные изменения. Именно поэтому те решения, которые мы закладываем, в том числе к хранилищу, к архитектуре истории чатов, должна выдерживать многочисленные параллельные апдейты базы данных, при этом с сохранением консистентности. И вот, уже исходя с позиции апдейтов, мы с вами сталкиваемся с первой трудностью, которая возникла перед командой разработки. А именно, смотрите, у нас список истории чатов хранится единым, соответственно, списком. И событие произошло в каком-то чате. При этом, значит, что нам необходимо сделать с точки зрения нашей системы? Нам необходимо переместить историю чатов по тому чату, в котором возникло событие, на топовую позицию. И тем самым у нас произошло небольшое изменение в системе, нам нужно изменить один элемент списка. Но при этом нам нужно пересохранить целый список истории чатов. Эта особенность, она, в принципе, известна. И у нее есть даже свое название – write amplification. И смысл ее в том, что небольшое изменение в системе приводит к кратным, с точки зрения потребления ресурсом, нагрузка на систему с точки зрения ее выполнения. И вот, имея эти исходные данные и вот те проблемы, с которыми мы столкнулись, выбрав эту архитектуру, давайте с вами поговорим о том, наверное, о фундаментальной вещи. Какую же базу данных использовать для хранения истории чатов? Команда разработки мессенджинга одноклассников остановила свой выбор на Волдеморте. Вполне вероятно, вы могли не слышать о данном хранилище, оно достаточно специфично. Но я, соответственно, расскажу пару слов о нем, чтобы стало понятно, почему мы остановили, собственно, свой выбор именно на нем. Волдеморт – это распределенное кивылью хранилища. Как я рассказывал ранее, в качестве ключа у нас используется идентификатор пользователя, а в качестве value, соответственно, список, отсортированный список истории чатов по каждому пользователю. И вот особенностью этой базы данных является то, что она использует механизм VectorClock. Этот механизм позволяет нам в случае большого количества конкурентных параллельных изменений поддерживать состояние базы данных в консистентном состоянии, что очень критично именно для этой функциональности. В конце своей презентации я еще буквально пару слов скажу по поводу этой базы данных. Ну а теперь давайте пойдем дальше. У нас уже есть, соответственно, база данных. Мы ее выбрали. И вот в таком варианте, о котором я рассказал, где все хранится в виде единого списка, команда мессенджинга одноклассников и запустила первую версию, соответственно, данного функционала. И, соответственно, давайте посмотрим на статистику, как пользователи используют мессенджеры одноклассников. Статистика следующая. 90% пользователей имеют не более 100 чатов. 1% пользователей более 1000 чатов. Ограничение для сторожа, которое мы сами устанавливаем, для сторожа истории чатов, это 10 тысяч, соответственно, записей. Соответственно, нагрузка на сторож – это 200к рпс. Средний размер списка истории чатов с точки зрения потребления памяти – это у нас 10 килобайт. Ну и давайте посчитаем трафик. 10 килобайт на 200к запросов. Не забываем коэффициент репликации 3 и имеем 48 гигабит в секунду, что очень существенная величина. И, соответственно, в рамках нашей оптимизации хотелось бы, в общем-то, эту величину порядок как минимум уменьшить. Так вот, одна из оптимизаций, которая была использована на команде разработки мессенджинга, как раз состоит в использовании одного из пунктов статистики по тому, как пользователи используют наш функционал. А именно, давайте обратим внимание на первый пункт. 90% пользователей имеют не более 100 чатов. Соответственно, та оптимизация, которая используется в диалогах на классниках, следующее. Мы разделили единый список истории чатов, соответственно, на два подсписка. Для пользователей ничего не изменилось. Соответственно, когда он итерируется, скроллит список истории чатов, соответственно, у него единый список. С точки зрения хранения этого списка на бэкэнде, мы имеем, соответственно, уже два подсписка. Первый список с горячими данными. Мы называем его список активных историй чатов. В нем хранится не более 50 записей. И следующий список, в котором хранятся все оставшиеся записи, мы называем, соответственно, архивным списком истории чатов. Это так называемые холодные данные. И этот список вмещает в себя не более 10 тысяч записей. Повторю, что для пользователя это единый список. И, соответственно, никакой разницы в том, как он хранится на бэкэнде, пользователь никак не замечает. Давайте посмотрим вот в этой новой архитектуре, в общем-то, какие ситуации мы можем столкнуться при изменении истории чатов у пользователей. Первый случай – это, соответственно, изменение произошло в активном списке истории чатов. Но здесь у нас все просто. Мы видим в одном из чатов, соответственно, произошло событие. Соответственно, что мы должны сделать? Наша система должна переместить историю чатов, соответственно, по данному чату в топовую позицию, чтобы пользователь поднялся на самый верх. Так, дальше все остальные истории чатов мы должны сдвинуть на один элемент вниз. И, собственно, на этом первый сценарий у нас заканчивается. Он очень простой. Давайте рассмотрим второй сценарий, более сложный. Событие произошло в списке архивных историй чатов. Каким же образом наша система будет обрабатывать этот сценарий? Нам ничего не остается, как, собственно, взять историю чатов по данному списку из, соответственно, списка архивных историй чатов и переместить его в активный на топовую позицию. Все для той же цели, чтобы данный чат поднялся на первую позицию на экране, соответственно, пользователя устройства. Все остальные, соответственно, элементы в рамках активных историй чатов должны сдвинуться на одну позицию вниз. Но одному элементу у нас места не хватит. Напомню, в списке активных историй чатов у нас может храниться не более 50 элементов. Соответственно, последний элемент, он у нас перемещается уже на топовую позицию в списке архивных историй чатов. Но и все элементы с первой позиции до, соответственно, истории чатов, в котором исходно у нас возникло событие, также смещаются на один элемент вниз. Поэтому мы имеем два сценария, один из которых очень простой, а второй прям простым не назовешь. Тем не менее, соответственно, данная архитектура была внедрена. И давайте посмотрим на результаты. Что же у нас получилось? А результаты следующие. Значит, давайте начнем с размера истории чатов. Соответственно, до оптимизации размер списка составлял 10 килобайт, после оптимизации 1 и 10. Соответственно, 1 для активной истории чатов и 10 для архивной. Трафик удалось уменьшить приблизительно на порядок, соответственно, с 48 до 5 гигабит в секунду. И среднее время обработки было 2 миллисекунды. И, соответственно, после оптимизации это 1 и 2 миллисекунды соответственно. При этом, с точки зрения статистики того, как пользователи используют мессенджер, 95% запросов затрагивает только активные чаты. То есть до этого мы с вами рассматривали два случая по изменению истории чатов. 95% затрагивает, соответственно, самый простой из них, где изменения происходят только в списке активных историй чатов. Это дало нам легкость масштабирования, а также уменьшение зависимости от графа пользователей. Почему? Смотрите, пользователь может добавлять новых коллег, друзей, родственников, с кем, соответственно, он хотел бы общаться. При этом статистика показывает, что активное общение возникает все равно в достаточно ограниченном социальном графе. Поэтому мы приходим к тому, что как раз 95% запросов у нас и затрагивает только активные чаты. Таким образом, соответственно, мы с вами пришли к пониманию того, как реализована архитектура по хранению и обработке истории чатов в диалогах. Давайте перейдем к следующему пункту. Соответственно, чаты. Напомню, что требования по чатам – это, соответственно, количество участников. У них может составлять до 20 тысяч партисипантов. Ну и, наверное, наиболее интуитивно понятный первичный подход. А давайте попробуем переиспользовать ту архитектуру, которую мы с вами вместе разобрали для диалогов с точки зрения чатов. Соответственно, что мы имеем на схеме? Пользователь отправил новое сообщение в чат. Сервис сообщений у нас отправляет запрос к базе данных партисипантов. У нас в качестве сторожа используется Кассандра. Соответственно, сервис сообщений получает всех партисипантов по данному чату. И что ему необходимо сделать? Первым пунктом мы, соответственно, сохраняем то сообщение, которое отправил пользователь в базе данных сообщений. У нас для этого также используется Кассандра. И далее сервис сообщений по каждому участнику чата производит обновление в базе данных истории чатов. Ну, вроде бы использовать можно. Но давайте посмотрим на конкретном примере. Возьмем общительного пользователя, который является участником 100 чатов. Будем считать, что в каждом чате у нас 10к партисипантов. И будем считать также, что половина партисипантов напишет в один чат, соответственно, приблизительно в одно время. И давайте посчитаем количество запросов к нашей базе данных по истории чатов. Соответственно, у нас 5000 пользователей написало в чат. И необходимо произвести апдейт и разлагать нотификацию, соответственно, 10к партисипантов в рамках единого чата. Итого мы имеем 50 миллионов в запросе к базе данных. Ну, такое себе, да? Давайте посчитаем время обработки, соответственно, для одного юзера. Давайте даже возьмем не верхнюю границу, как принято, в принципе, с точки зрения высоконагруженных систем. Давайте даже посчитаем с точки зрения нижней границы. Я говорил, что, соответственно, для активной истории чатов, еще из диалогов, среднее время, соответственно, апдейта составляет 1 миллисекунду. Давайте эту 1 миллисекунду, соответственно, умножим на 5000 запросов. 5000 пользователей написало в чат. Итого мы имеем 5 секунд. Ну, тоже невдохновительно, правда? Конечно, мы можем это дело распараллелить на 100 потоков. Но 100 потоков, в этом случае мы получим у нас порядка 50 миллисекунд. Но 100 потоков – это тоже не та величина, которая нас вдохновит. Почему? Не забываем коэффициент репликации 3. Итого нужно уже 300 потоков. И вот уже первичный анализ архитектуры, который мы с вами попытались использовать для чатов, приводит к следующим проблемным местам. А именно, мы теряем контроль над нагрузкой. Более того, происходит рост времени выполнения запросов. Следующим пунктом, тоже очень-очень неприятным, у нас появляется сильно связанная система. Почему? Смотрите, на одном инстансе обработчики у нас, соответственно, могут обрабатываться как крупные чаты с большим количеством, соответственно, участников, так и малые чаты. Так вот, при обработке в рамках единого инстанса крупный чат может забрать львиную долю ресурсов у этого инстанса и, соответственно, вызвать аффект на малый чат. Те пользователи могут относительно редко общаться, соответственно, у них никогда ничего не тормозило. И вдруг какой-то момент нотификации к ним и, соответственно, обновление приходит с увеличенной задержкой. А они при этом совершенно не виноваты. Ну и давайте посмотрим по трафику, соответственно, 50 миллионов – это количество запросов в базе данных. Опять же, берем границу снизу с точки зрения размера истории чатов. А это у нас 1 килобайт. Итого мы имеем трафик снизу, по сути, минимальный за 400 гигабит в секунду. Ну и давайте дальше думать, каким же образом мы можем модифицировать ту архитектуру для чатов, для того, чтобы справиться с теми проблемными местами, которые мы с вами уже обозначили. Итак, соответственно, начнем с того же самого. Пользователь отправил в чат сообщение. Сервис сообщений, соответственно, сохранил это сообщение в базе данных сообщений. И после этого мы подкладываем в очередь, соответственно, события. О том, что в таком-то чате у нас произошло событие. В дальнейшем, значит, это событие вычитывается по системе обработки нотификаций, которая в свою очередь запрашивает в базе данных партисипантов всех участников по данному чату. И уже она, соответственно, выполняет апдейты в базе данных по истории чатов. При этом для этого предварительно мы с вами обозначили несколько проблемных мест предыдущей архитектуры. И давайте сейчас попробуем разобраться с одним из пунктов, а именно с сильной связанностью нашей системы. Когда у нас был общий пул ресурсов, и большие чаты могли выдать ресурсы у, соответственно, малых чатов на обработку. Для того, чтобы нивелировать этот эффект, команда разработки приняла решение использовать акторную модель. Давайте посмотрим на примере, соответственно, в данном случае это чат-процессор. Это конкретный инстанс по обработке, соответственно, чатов с использованием акторной модели. Аналогичным образом можно здесь было бы написать юзер-процессор, поскольку подходы используются одни и те же. Давайте считать, соответственно, что у нас у чат-процессора, соответственно, есть очередь, из которой мы вычитываем сообщение. И вот первое сообщение, оно соответствует у нас первому чату. Соответственно, это событие, это сообщение из очереди попадает у нас в актор по обработке, соответственно, событий по первому чату. После этого из общего пулу ресурсов выделяется тред на, соответственно, обработку данного события. Вот у нас приходит следующее событие по данному чату. Ресурсов больше не выделяется, поскольку мы это дело зафиксировали, а именно количество ресурсов на каждый чат. Вот у нас следующий ивент поступает по второму чату и попадает, соответственно, в актор по второму чату. Из общего тред пула выделяется еще один тред, именно для обработки событий по второму чату. И аналогичным образом мы считаем, что по второму чату у нас поступило еще два события, два ивента. Ну и, соответственно, на наши треды не дремлят. Они обработали первый ивент, поступивший сейчас, находящийся в обработке в первом акторе. Соответственно, обработали второй. Новых ивентов не поступило в данном примере. И тем самым, соответственно, мы можем освободить затраченные ресурсы с актора по первому чату. И, собственно, нам первый актор, точнее актор для обработки первого чата больше уже не нужен. И аналогичным образом ситуация повторяется и для актора обработки по второму чату. Как только все события у нас обработаны, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем освободить те ресурсы, которые выделяли актору для обработки. И, соответственно, актор по второму чату нам также больше не нужен в данной системе. Таким образом, мы можем перейти к следующей системе, уже более обобщенной, каким же образом происходит обработка событий в чатах. Итак, мы с вами остановились на том, что мы подложили события в очередь. События о том, что в определенном чате, соответственно, кто-то написал в определенный чат, кто-то из участников. Соответственно, у нас есть обработчик на входе, который вычитывает сообщение из очереди. И дальше мы используем шардирование. А именно, у нас имеются, соответственно, чат-процессоры, ответственные за каждый чат. Основная их функция заключается в том, чтобы сделать запросы к базе данных по партисипантам, соответственно, и в дальнейшем передать дальше в следующую очередь и в следующий обработчик события, но уже по каждому пользователю, участнику данного чата. Чат-процессоры в данном случае здесь используют акторную модель, о которой мы с вами говорили на предыдущих слайдах. В дальнейшем у нас наша архитектурная схема несколько повторяется, только уже, соответственно, у нас обработчики, использующие акторную модель не по чатам, а по каждому конкретному пользователю. Соответственно, у нас обработчик из очереди вычитывает события по каждому пользователю и подкладывает, также используя шардирование и акторную модель, соответственно, в обработчик по каждому пользователю. И дальше уже, соответственно, эти процессоры, эти обработчики выполняют апдейты в базе данных истории чатов. Тем самым, благодаря использованию этой архитектуры, мы с вами избавились от сильной связанности нашей системы. Но этого еще недостаточно. Как вы помните, мы с вами считали трафик и такой подход. Да, он позволил нам, соответственно, нивелировать сильную связанность нашей системы. Но что касается трафика, в данном случае трафик остался неизменным. Но в данном случае у нас есть следующая оптимизация. А именно, обратите внимание, у нас по каждому пользователю есть отдельный процессор. Таким образом, здесь мы можем использовать батч-запросы. Напоминаю, что база данных истории чатов – это у нас кивы или хранилища. И она идеально подходит как раз для батч-запросов. Таким образом, для снижения трафика каждый обработчик по пользователю, соответственно, он группирует за заданный промежуток времени апдейты по каждому пользователю и, соответственно, делает апдейт уже батчем с точки зрения базы данных. И давайте посмотрим, соответственно, что дало нам вот это архитектурное решение с точки зрения нашей системы. Это уменьшение коллизий за шардирование обработки данных. Таски, выполняемые на одном инстансе обработчика, не влияют друг на друга благодаря использованию акторной модели. Кроме этого, 85% обновлений выполняется батч-запросами, что дает нам легкость масштабирования и защиту от перегрузок для нашей системы. Например, при двукратном росте количества событий в чатах, например, на праздники, а там у нас наблюдаются пики, значительно превышающие двукратный рост, нагрузка на систему, а именно количество запросов к базе данных возрастает относительно незначительно. Итак, давайте с вами сейчас переходить к выводам, а именно, какие же уроки мы с вами можем сделать относительно, соответственно, опыта команды разработки одноклассников по реализации мессенджера, которые можно переиспользовать и в ваших проектах, если они чем-то похожи по своим задачам, архитектуре и так далее с поставленными задачами. Первый пункт – это кэширование. Я отдельно не выделял его в рамках доклада, однако это хорошая практика. Все, что можно закэшировать, кэшируйте. И с точки зрения той архитектуры, которую мы с вами рассматривали до этого, например, база данных партисипантов по чатам – это как раз хороший пример того инстанса, той сущности, которую очень эффективно кэшировать. Почему? Потому что к ней осуществляется большое количество GET-запросов, а количество апдейтов невелико. Следующий пункт, который мы можем использовать в рамках своего опыта – это синхронное обновление. Там, где это возможно, соответственно, может избавить нас от большого количества бед. В частности, в нашей архитектуре мы использовали очередь для этого. Следующий пункт – это ограничение выделения ресурсов на задачу в случае общего полуресурсов. У нас в системе мы использовали акторную модель для этого, что позволило уменьшить, нивелировать эффект сильной связанности нашей системы. Следующий пункт – это, соответственно, шардирование. Ну и давайте объединим его с бач-обновлением данных, что также, в свою очередь, очень благоприятно влияет на показатели по устойчивости и масштабируемости нашей системы. Итак, давайте теперь кратко посмотрим, что же представляет собой кластер мессенджинга одноклассников с точки зрения истории чатов. Кластер активных чатов – это 36 инстансов. С точки зрения памяти мы имеем 1,5 терабайта, соответственно, трафик 3 гигабита в секунду, его обработкой занимается 90 ядер, и, соответственно, нагрузка на данную систему 100 к РПС. Кластеры архивных чатов – это у нас 6 инстансов, те же 1,5 терабайта данных с трафиком 1-2 гигабита в секунду, его обработкой занимается 36 ядер, и нагрузка на него составляет 5 к РПС. Ну и, соответственно, кластер обработчиков событий в чатах – это 24 инстанса, соответственно, распределенных по трем дата-центрам. Сейчас мы коротко, в общем-то, относительно рассмотрели архитектуру мессенджинга в одноклассниках с точки зрения истории чатов. Немножко затронули другие аспекты. Если вам хотелось бы более подробно узнать о том, как, собственно, устроены одноклассники под капотом, не только с точки зрения мессенджинга, то вот мои коллеги регулярно выступают на разных докладах, и можно ознакомиться, в общем-то, с ними. Вот часть из них представлена на этом слайде. И, как я вам обещал, по поводу Валдеморта, вот второй доклад в списке, Роман Антипин, он более подробно останавливается на особенности этой базы данных, и, соответственно, в деталях объясняет механизм вектор-клок. Ну, а на этом мой доклад завершается. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...